Позиционируется на представлениях описанных в Библии. В библейской антропологии представляла человека как пол зверя и пол ангела. То, что человек, который отца, уподобляет ему ангелу, то, что в нем тот дьявол уподобляет его зверь. И вот сущность человеческая и есть борьба сил добра и сил зла. Естественно, сила добра ассоциируется со светом, с всевышней силой зла и с неба. Но я с этим тоже не стал бы спорить. Потому что в помыслах каждого из нас. А если мы будем совсем честны перед собой, то, наверное, не только в помыслах, но и в поступках. Есть не только те ситуации, о которых мне приятно вспоминать, глядеть на себя со стороны и думать, что человек подели, как я в этом отношении не красивая, доблестная и так далее. Довались эти поступки, а уж тем более помысла, о которых вспоминать не хочется. Потому что, если о них вспоминаешь, надо себе сказать, да, парень. Да, в общем, в этой ситуации вы верили, что ты достаточно паршизненько. Дмитрий Николаевич Толстой в свое время замечает, он сказал, что люди, которые гордятся тем, что у них чистая совесть, на самом деле простыми это вот не упадет. Поэтому утверждение, что суть человеческая – это борьба с силой добра и зла. Я с этим спорить не стану, но что есть добро, что есть зло. Вот если мы будем к этому понятию подходить. Кстати сказать, белую рекламу только что у нас на учебном отделе, только что пришла из типографии, книга коллега Долгополова ее ждала, смысловое пространство, допрос в новом русском языке. По-моему, это должно быть интересно. Ну так вот, что есть добро и что есть зло. Если мы будем рассматривать это в контексте всей мировой и предшествующей, и последующей культуры, то, в общем, будет ясно, что силы добра всегда ассоциировались с силами созидания, а силы зла всегда ассоциировались с силами разрушения. Так вот, если библейские слова «добой и злом» мы с вами заменим, вот на эти два слова, человек, сущность человеческая есть противообразство сначала.